всем привет с вами канал электроман беларусь и я по-прежнему евгений сегодня речь пойдет как сказать не ремонте а больше о ревизии то есть попытках ревизии энкодера микроволновой печи вот данная панелька имеет вот сенс псевдо сенсорные кнопки как это раньше было модно то есть две пластиночки с углублением они замыкаются вот собственно получается кнопка и здесь вот стоит для управления временем цифровой вот этот энкодер он дело в том что печка имеет неуправляемые значения то есть когда крутишь перескакивает 90 до 50 а когда крутишь по чуть-чуть то есть то же самое по 20 сразу не по 5 как принято обычно а перепрыгивает сразу значение 5 на 90 то есть неуправляемое дело может быть следующим либо выработка ламельчик которые стоят внутри энкодера вы можете пробить по ссылочкам что это такое посмотреть внутреннее устройство либо просто в засорении поскольку периодически попадает жир идет окисление и получается у нас слой такой жировой прослойки и нету контакта либо просто стружка и она раскидывается там внутри по всему кружку а такого быть не должно должно быть разделение на секторы и должно быть по секторное переключение вот вся проблема состоит вот в чем вот плата такая имеет это микроуновка lg довольно у них хорошая линейка служит по 16-20 лет сейчас ремонтирую такую вот он идет неразборный то есть вот здесь такие шпилечки металлические они запрессованы в плату плата многослойная поэтому здесь подозреваю что он просто сам в платье и здесь как бы ничего такого не сделаешь либо срывать восстанавливать плату что-то паять это не наш метод мы пробуем сделать все это как-то попроще чтобы не было дальнейших проблем с установкой вот делаю для себя сразу хочу сказать это не заказ не коммерческий ремонт вот пробуем делать следующим образом я думаю что это элементарное окисление либо стружкой она не дает нормально функционировать этому энкодеру что мы делаем берем в дашку я вот на пшикал вот здесь вот в бутылочку обычную и буквально вот энкодер имеет вот здесь вот вот если видно вот здесь вот углубление вот здесь вот вот здесь вот немножечко и вы прямо в это место чуть выше капаем и смазываем вот дашка чтоб проникала вовнутрь я уже это делал день назад буквально но все поливалась кстати с этой стороны вытекло очень много желтой жидкости а вот дашка у нас как бы такого прозрачного цвета значит там в принципе был жир вот что это значит сейчас вот такие вот потеки они вытрутся ну и день посохнет принципе вот смотрите раньше она ходила как-то более плавно ну то есть не было такого четкого переключения сейчас вы посмотрите послушайте звук ну то есть нормально мне понравился звук то есть если звук такой мне кажется что все заработает если все заработает я сниму отдельное видео и приложу именно с микроуновкой установлена этой платой вот собственно я пробовал в дашку загонять шприцом сразу скажу что это не сильно удобно поскольку надо сидеть и рассчитывать порцию проще ватной палочкой берем вот ватную палочку и вот так вот мы просто делаем просто делаем так капаем и она туда успешно затекает то есть тела потихонечку можно не за один день за несколько то есть так вот еще первые разы когда смачиваете делаете движение полу и что все там размазывать даже если жидкость не попадет на контакты то там останутся испарение ну как ни крути там все равно все смажется и окислы выйдут дополнение к ролику по энкодеру вот панельку я уже поставил собрал такая вот микроволновая печка имеется и собственно что мы имеем после того как мы промыли вода шишка его смотрим все очень четко по 20 очки накидывается даже если ускоряемся все очень хорошо все горит микроволновку у нас довольно интересная грилевая с открытым ценам довольно популярные раньше были они смотрим все включается то есть ставим допустим 30 очку и поехали все отлично работает 30 мало чтоб кипел давать еще добавим можно еще закинуть во время этого до одной минуты где-то полторы выйдет собственно смотрим платка так вот все выглядит кстати как вы можете заметить магнетрон из прошлого выпуска том как я его отремонтировал в общем в этой микроволновке все собрано таким образом отремонтирован мир магнетрон плата управления в общем все сделано почищено кому нужно приложу фоточки в каком состоянии внутренности были такие загрязненности посмотрите в ком состоянии сейчас микроволновая печь по звуку работает ровно отлично в общем ремонт можно считать успешного ремонт платы и магнетрона сейчас посмотрим как он нагрелась так смотрим и собственно видно что вода парит нагрелась до кипячения отлично до кипяток отлично все спасибо за внимание надеюсь видео будет полезно кому-то пригодится и у кого-то данный способ сработает в общем все отлично смотрите сами до свидания а